Привет, друзья! Меня зовут Саша Жучкин, и все, кто смотрели прошлый выпуск, знают, что я спас из рабства работника Макдональдса. Этого парня зовут Рома, и прямо сейчас я иду на встречу с ним для того, чтобы найти ему новую работу. В общем, мне в Инстаграм написал один парень о том, что у него открывается очень крутой ресторан, и он бы хотел видеть Рому в рядах своих сотрудников. Здорово, Ром. Приветствую. Ну чего, как у тебя дела? Расскажи, что изменилось, вот сколько там, неделя прошла? Что у тебя нового? Да, в принципе, ничего нового, просто на собрание в университете я не ездил. Что там с твоей историей с Макдональдсом вообще? Чем она закончилась? Ну, просто забрал документы, да, собственно, и все. Что вообще эти сказали? Ну, сказали, ну, удивлены были, да, естественно, но мы отдали документы, естественно, как по-другому. Раскрой миф, пожалуйста. Многие в комментарии писали про желтый бейдж. Что это вообще за фейк? Просто до этого, буквально за одну смену, стоял дома свой бейджик серебряный, да. Вот, но на самом деле это не так сильно влияет, желтый у тебя или серебряный бейджик. Человек может быть, может сходить с желтым бейджиком, при этом хоть полгода работая. Собственно, Ром, мы сейчас идем на первое твое собеседование. Все подробности ты узнаешь уже внутри. Я думаю, что тебе, ну, как минимум понравится, как максимум ты останешься работать на этой работе. В общем, я до конца не буду тебе говорить, что это за работа, но я думаю, она тебе понравится. Как родители отреагировали вообще на твою выходку? Да, в принципе, положительно. Они сами были не рады этой работе в Макдоналдсе. Ну, то есть они тебе что-нибудь сказали, что ты сделал вообще или как? Ну, да, были такие небольшие вопросы, но все-таки отреагировали нормально. Ну, то есть поддержали, да? Да, в целом, да. О, это круто. Если поддержишь родителей, это на самом деле очень круто. Ты меня хотела предупреждая, то, что к тебе в Люси и Люси... Я забыл, я только хотел... Серьезные люди? Да. Ты говорила, очень серьезные. А где пиджаки ваше? Да. Расскажи, пожалуйста, ты мне написал в Инстаграме, что у тебя есть интересное предложение для Рома, господи. Вас вдвоем зовут Рома. Вот. Можешь рассказать и немножко пояснить вообще? Да, значит, я вписался тут давеча в один блудняк, общепит называется. Открываю шаверму в Питере, на Горьковской. У меня опыта в этом нет. То есть опыт в бизнесе есть, но опыта в общепите нет. И вот сейчас у нас как раз-таки уже стадия самого главного по ремонту. Это мы демонтаж сделали, сейчас делаем уже основной ремонт. В качестве какого сотрудника ты рассматриваешь Ром вообще? Мне как минимум сейчас нужен какой-то человек, который часть вопросов на себя возьмет. Потому что я в этом проекте один абсолютно. И куча вопросов, которые нужно решать. Это общаться с поставщиками, с теми, кто производит упаковку, с ремонтниками, с надзорными органами. Я сейчас тебя перебью, сразу же спрошу Рома. Ром, ты вообще согласен на должность помощника директора, правильно? Помощника руководителя, да. Да, 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 согласен. Ну, опыта, как у тебя, собственно, я понимаю, в этом особо нет. Опыта нет. А здесь опыт и не важен, ну, по крайней мере для меня. Для меня важно посмотреть, как минимум, если есть ли у человека желание, да, а он, я надеюсь, покажет, на что он способен. Какие там главные задачи он должен будет решить, решать и помогать тебе? Самое важное сейчас, это много чего нужно найти по ремонту. То есть, можно поездить со мной вместе, пообщаться с поставщиками по материалам. И на следующей неделе у нас начнутся проработки меню. Там нужно будет помогать искать продукты. Сейчас самая интересная часть собеседования. Что по зарплате вообще? Ну, я предлагаю сделать некий испытательный срок. Рыночная стоимость таких сотрудников примерно полтора-два рубля в день. А сколько ты, Ром, получал в день в Макдональдсе? Ну, около 700-800 рублей, где-то так. Понятно. То есть, на этой работе, на помощника, да, будет получать порядка двух тысяч. Да, две тысячи это, если он помощник. И если, как бы, он, ну, стажер, учится и еще не имеет большого опыта. То есть, в принципе, это позиция управляющего, да, то есть, я сейчас буду сам исполнять роль управляющего первое время. Потом, естественно, у меня цель открывать больше точек, больше кафе. И нужно будет вместо себя ставить человека. Соответственно, я хочу сейчас найти человека, который вместе со мной пройдет этот путь параллельно. Если он будет готов, то, ну, зарплата управляющего в среднем, там, 2 500-3 тысячи в день. Если фикс не устроит человека, то мы привязываемся к какому-то KPI, да, и будет процент. Скажи, что ведь Ром вообще устраивает тебя? Да, да, да. Просто если не устраивает, мы просто, ну, как бы... Не устраивает в любом случае. Да, устраивает. Так, Ром, значит, ты сейчас ищешь работу, правильно? Не работаешь нигде? Да. Расскажи чуть-чуть про свой опыт работы и, если есть, по образованию. Я работал в Макдональдсе. Начало один год и месяц, потом чуть больше полугода. Вот, по образованию я только закончил 11 класса, только выступил в университет на рекламу и связи с общественностью. В какой университет? Университет, конечно, парламентская ассамблея. Это звучит... Звучит очень дорого. Типа, я в парламенте учился. Расскажи тогда по работе в Макдональдс, какие эти обязанности были? Ну, у меня обязанности были разные. Там, обучение. Либо на кухне тебя изначально обучать, либо на прилавок. Я был обучен везде. На кухне, прилавок и макав. Ну, тебе, я так понимаю, что-то не понравилось в Макдональдс? М-м-м. Что именно? Ну, это не работа моей мечты была, и я просто загибался там и тух, вот. И поэтому хочется сейчас найти работу, где будет нравиться работать. А тебе вот что именно не нравится в работе, помимо того, что, ну, много работы? То есть, ну, она нравится? Она все время повторяется, аналогично. Монотонная, да? Да, монотонная работа. Ну, моему отручу здесь в нас лет. Мои ровесники обычно тусят, развлекаются, да, но я хочу хотя бы чего-то достичь уже 20 лет, быть на вершине какой-либо. Не, на самом деле, это даже суши, и чувствую, что это прямо мое, и меня этим будет интересно заниматься. Ну, круто, круто. Где вообще находится эта шаверма, этот ресторан? Ресторан, на самом деле, слишком громко сказано. Не поднимай нас так высоко, иначе больно будет падать. Шаверма будет находиться на Петроградке, это метро Горьковская, Сытнинская площадь, прямо напротив Сытнинского рынка. Там рядом и Тмо, напротив и Тмо. Сытнинская площадь, дом 3. В каком состоянии сейчас? Там что-то уже работает, как-то функционирует или чего? Нет, там сейчас ничего нет. Самое интересное, что до нас была шаверма, то есть по факту мы могли не заморачиваться, не делать никакой ремонт, там было все готово, просто завести свое оборудование, нанять персонал и начать работать. Но мы пошли сложным путем. Сейчас там разруха, мы сделали демонтаж перегородок, сделали свои, как нам нужно. И, короче, 1 октября мы планируем открыться. Это Деглайд. Есть возможность съездить, посмотреть, на какой стадии это все вообще находится, потому что, ну, я ответственный за Рому и хочется все-таки парню найти нормальную работу, поэтому... Вообще без проблем. Хоть сейчас сели, да поехали. Все покажу. У нас там как раз ребята-монтажники работают. Директор его привез, смотри, выходите. А где сама Шаверма-то будет находиться? Сытнинская площадь, дом 3. Вот, между Чайниковым и Ароматом Мир. А сейчас уже, сейчас уже можно Шаверму заказать, да? Да. Ребята, привет. Придвижу вопрос в комментариях, сколько будет стоить Шавуха здесь? Ну, у нас будет много позиций по Шаверме. Я думаю, будет и бюджетная, и, ну, по весу маленькая будет, и примерно, ну, 250-300 рублей. Это прям такая здоровая, с креветками, если хотите. Короче, Ром, видишь, тут еще у нас небольшая разруха. Скажем так, работать еще нельзя за паром, потому что его нет. Вон, у нас он там будет, в той дальней зоне. Тут до нас была Шаверма. Вот мы сейчас как раз под свой дизайн и проект все переделываем. Стены будут другого цвета. Кирпич покрасим, пол отшлифуем, потолок облагородим. Соответственно, здесь у нас для персонала туалет. Ну, здесь особо смотреть нечего. Вот здесь у нас будет зона. Вот. Там у нас будет теплый цех, горячий цех, точнее, и разделочные столы с мойкой. Ревизорок вам придет когда-нибудь, как думаешь? Я надеюсь, нет. Но у нас будет все чисто. Да пусть приходят. Какие мысли по поводу этой работы, что скажешь? Ну, в целом, мне нравится, но мне кажется, все-таки нужно время будет, чтобы подумать. Будет же время, чтобы позвонить? Да, будет время. Ну, до 1 октября еще есть время. Ну, давай так, короче. Номер у меня твой есть. Вот. И как Рома решит, я думаю, что он решит сегодня-завтра, наверное, да? Мы тебе позвоним. Ну, вот. И уже дадим какой-то окончательный ответ. Хорошо. Добро. Поэтому все, супер. Спасибо большое. Спасибо, что написал. Помог. Безусловно, работа прекрасная. Но, опять же, не знаю, справлюсь я с такой нагрузкой. Ну, так как мне всего лишь 17 лет, да? И я только пошел учиться на первый курс. Но я буду пытаться и изо всех сил стараться. Ну, в общем, что сейчас делаем? Звоним тогда Роме, говорим, что все окей. Ты готов работать или как? Да. Да. Безусловно, звоним. Здорово. Да. Здравствуй, это Рома насчет работы. Вот. И я принял решение, что согласен. Вот. Поэтому хочу знать, когда будет первый день стажировки. Привет, привет, Ром. Ну, отлично. Слушай, ну, завтра я немного занят буду, а вот ты завтра можешь приходить, так скажем, сразу начнем. Ну, приходи после обеда где-нибудь часа в два. Ну, где-нибудь два часа. Хорошо. Это даже в офисе. Хорошо. Хорошо, да. Все, до встречи. Спасибо. Давай. Ну, что, это круто. Я поздравляю тебя, потому что, ну, так потихонечку и твоя жизнь постепенно меняется. И что самое крутое, это не какая-то там, знаешь, опять же, работа там, знаешь, каком-то фастфуде или где-то. Это прямо уже такая крутая должность, на которой ты реально можешь вырасти. Вот. Поэтому я тебя поздравляю. Вот. И предлагает такую тему. Давай, если видео наберет 10 тысяч лайков, я приеду, не знаю, в день открытия или там спустя неделю твоя работа и покажу, собственно, чего ты добился уже, каких успехов и как вообще изменилась твоя жизнь вот с новой работой. Что скажешь? Да, будет прекрасно. Я согласен. Ну, супер. Но это, конечно, не все. Вот. Я понимаю, что ты недавно уволился с работы и на самом деле это тяжко и в любом случае тебе нужны бабки и я тут приготовил для тебя конверт, вот. Там не очень много денег, но на первое время, да, там до работы, держи, тебе они помогут и, ну, ты хоть как-то сможешь спокойно жить, хоть на что-то, хоть на дорогу, хоть туда-сюда. Поэтому успехов тебе, удачи и я думаю, что у тебя все получится, потому что ты сделал смелый поступок, который, я думаю, вознаградится крутой дальнейшей работой. На самом деле моя жизнь очень сильно поменялась, хотя прошло буквально меньше недели даже. Я очень сильно в этом удивлен, конечно, я должен быть очень благодарен Александру, потому что вот так вот нити совпались, да, вот такой вот неожиданный поворот. На самом деле случайность не случайна, я надеюсь, что всем когда-то повезет и помните, что работать нужно на работе, которая вам нравится, которая вам интересна. Это крутые слова и, собственно, ребят, да, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и уходить с работы, которая вам не нравится. До новых встреч, пока! Подписывайтесь на канал и ставьте лайки! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok